Друзья, всем привет! Продолжаем с вами часть вторая. Сегодня мы займемся как раз всякими настройками типа пит-тюнинга, рейт-тюнинга и так далее. Это все будет показано, естественно, в практическом формате, поскольку, ну, мне, например, не важно, чтобы я, насколько я очень глубоко прям понимал, как это все взаимодействует, эти все пит-контроллеры и так далее. Мне главное понять, что нужно сделать для того, чтобы кооптер стабильно летал. А для этого вот эта вся теория, ну, зачастую не нужна, поэтому будем все показывать на практике. Первого нафер вам нужно будет подготовить пару моментов, чтобы мы сразу могли с вами настраивать и сделать это с комфортом. Вам нужно взять аппаратуру и на шестой канал назначить вот такую крутилку. Я думаю, с этим все разберутся. И назначайте один свитч на восьмой канал. Это очень будет удобно делать для того, чтобы вы могли пользоваться определенным функционалом. Дальше вы заходите в Configuration Tuning, заходите в Extended Parameters. И вот здесь вот есть настройки, которые абсолютно каждому необходимо сделать, перед тем, как вообще идти первый раз летать. Первый вариант, первое, что нужно сделать, это на восьмой канал сделать Emergency Stop. Это означает, что дергая свитч, у меня это назначено вот сюда. И вот так вот, опуская свитч, моторы останавливаются. Они останавливаются в любом случае. Если он в воздухе висит, если он садится, если он на земле раскрутился, то в любом случае вот так вот моторы не стартанут. Если я поднимаю, то моторы могут уже стартовать и я могу летать. Если у меня какая-то проблема, если я сажусь, либо если у меня в воздухе какое-то дерево, например, я влетаю, я дергаю вниз, мотор отрывается, и дальше уже, ну, по инерции, что происходит, там уже не так сильно страшно. Если крутится мотор, это очень страшно. После этого на шестой канал будем вешать различные настройки. Посмотрите, здесь сколько настройок. Здесь их очень много. Это все касается в основном пидов и всяких мелких настройок, которые выражаются в числовых значениях. Я расскажу вкратце и сразу покажу, как настраивать. Например, вы берете параметр P. P отвечает за усилия, скажем, с которым ваш аппарат будет стремиться занять необходимую желаемую точку. То есть, если вы даете команду вот такую, с какой скоростью он будет пытаться подстроиться под это положение, это вот P. С каким усилием? Чем больше ваши моторы, тем ниже это значение будет. Поскольку вам нужно меньше усилия, на самом деле, на моторы выдать, поскольку у них моща, в общем, целиком хорошая. Если же у вас, наоборот, очень тяжелый аппарат и моторы не особо мощные, то, скорее всего, P ваше будет достаточно высоко, чтобы все-таки хоть как-то пытаться эту корову сдвинуть с места. Через стики вы задали команду встать вот в такое положение. Коптер дернулся, но дернулся слишком сильно. Его нужно вернуть на место. За это отвечает D. D, получается, компенсирует вот этот вот избыток энергии, который выдает P. Поэтому, когда вы дернули этот стик, D должно остановить вашу компоненту P именно в том положении, в котором вам нужно. То есть, чтобы вы дернули, и получилось не так, трум-пум, трум-пум. Получается, а одним движением рум, и ваш коптер занял, например, определенный угол, который вы ему задали. Вот это вот D компоненты и компоненты, но, наверное, ее лучше всего настраивать через FPV-систему, поскольку там лучше видно, под каким углом что летит. Суть в том, что их компенсируют внешние какие-то источники воздействия, такие как PropWash, такие как дудовение ветра и так далее. То есть, чтобы ваш коптер, когда на него дует ветер, он не начал куда-то заваливаться. Если на него там снизу подули, он не стал куда-то вверх, а вот так вот боком куда-то уходить, чтобы он стабильно всегда держал один угол. Чем больше E, тем больше, получается, он как бы суммирует этих значений, усредняя это значение, скажем, пытается удержать его в центре. Если у вас слишком высокий A, то, например, на подгазовках он начнет вот так вот медленно раскачиваться. Медленно, это самое главное. Если у вас слишком низкий A, то он будет держать угол слабо. Но когда вы будете, например, лететь вперед, он будет потихоньку либо заваливаться в какую-то сторону, либо не держать угол, либо колбаситься вот так вот потихонечку и так далее. Если у вас высокий P, то вы услышите определенный звук. Вот такой очень высокочастотный, там 10-20 Гц. То есть вы реально его слышите, а вот все еще слышим для человека. Но вот он реально вот такое очень быстрое покачивание. Возможно, внешне этого вы не заметите. Но когда вы послушаете, то на звук это определенно будет слышно. Если у вас низкий P, то зачастую вы не сможете управлять нормально аппаратно, поскольку он не сможет корректировать свое положение в пространстве и будет достаточно вяло. Вообще P на мелких коптерах немножко проще настраиваться, поскольку там уже достаточно мощи настолько, что это все хорошо работает. И настраивается P в основном до правильного ощущения, а не до того момента, когда начнет все трясти. Потому что тряски там уже практически не осталось, поскольку очень хорошо работает пид-контроллер. То есть вы уже настраиваете по ощущению. Ну и я всегда настраиваю по ощущению. То есть мне не важно, чтобы коптер прям супер резко дергался и прям супер-пупер как механично отрабатывал. Мне важно, чтобы это было плавно и на стигах это ощущалось комфортно. Ну а D должен просто компенсировать P, чтобы во время резких поворотов, когда вы просто будете стиг вот так вот дергать, вот таким примерно образом, то есть чтобы коптер становился в одно положение сразу, а не делал два-три движения или не раскачивался после того, как вы закончили движение. Если у вас недостаточно D, то коптер будет после этого раскачиваться. Либо делать два движения, либо вообще много и нисходящий. Если у вас слишком много D, то ваши моторы будут просто очень-очень сильно горячие. И в какой-то момент вы можете их просто спалить. Теперь перейдем конкретно к самой настройке. Нам нужно настроить сначала это все в акро-режиме, как я уже говорил, давайте я покажу вам, где что находится. Вот эта желтая область наверху отвечает за стабилизационные пиды, то есть насколько он быстро будет возвращаться в центр, после того, как вы отпустили стик во время стабилизации в горизонт. Но это будем настраивать чуть позже, а пока рейд пиды, который находится во втором вот этом вот квадрате, это вот этот желтый квадрат второй, вам нужно будет настроить сначала P, потом D, а потом подкорректировать I, если вам нужно будет что-то. После этого мы, конечно же, займемся пидами по Яву, но это будет чуть позже. Если у вас рама вообще какая-то странная кракозябра, то у вас могут быть пиды прям очень сильно разниться, и он будет по одной оси хорошо отрабатывать, а по второй будет все время дребезжать, звенеть, еще что-нибудь. Для этого нужна вот эта галочка. Если вы эту галочку поставите, вы можете задавать пиды разные для обеих осей. Если у вас эта галочка стоит, то пиды для этих обеих осей будут одинаковые. Как я уже говорил, на одну крутилку я выставил на шестой канал, и теперь шестой канал здесь мы можем настроить. Вы выбираете, например, Rate, Roll, Pitch, P, и выбираете значение, от которого до какого вы собираетесь настраивать. Учитывая, что вот здесь, например, 0,130, то я предлагаю настраивать от 0,050 до 0,300, то есть от 50 до 300 вы можете настраивать. Соответственно, эта крутилка в нижнем положении будет обозначать 50, в самом верхнем положении, когда вы докрутите, она будет обозначать 30. И вот корректируя немножко туда-обратно, подкручивая большую сторону в меньшую сторону, именно вот эти вот маленькие шажки можно крутилкой именно добиться, поэтому не назначаем на какое-то переключать и довести значение до того состояния, которое вам действительно нужно. Сразу говорю, я сейчас скинул какие-то стоковые пиды, я не знаю, действительно это самые стоковые, или я просто нашел первый попавшийся в интернете. Они, в принципе, достаточно далеки от того, что нам нужно. Мы сейчас это будем настраивать. Ай в данный момент можно достаточно сильно убавить. И ставим его, там было 0,100, мы ставим 0,01. Это делается для того, чтобы параметр Ай не влиял на наши с вами изменения, для того, чтобы мы видели конкретно, что делает именно П и что делает именно Д, поскольку Ай потом может это все сглаживать. Какая основная методика? Мы должны настроить П, поднять или опустить до того момента, когда у нас копт не будет очень быстро так вибрировать в воздухе. Как только он вибрирует, чуть-чуть стоит убавить П. Насколько сказать сложно. Делайте по ощущению. Смотрите, чем выше вы поднимаете П, тем лучше он реагирует на изменения, которые вбиваете вы. Мы выбираем Rate, Pitch, Roll, Pitch и P и вбиваем значение, которое мы хотим. Я, например, вбью от 0,50 до 0,500. То есть достаточно большой разброс значений, чтобы мы покрывали все возможные варианты. Я нажимаю Yes, нажимаю Yes, все, он вроде сохранил. Теперь наше значение здесь между 50 и 500 где-то посередине. То есть это 270-280, что-то где-то там. Поэтому сейчас у нас коптер будет лететь резко по-другому. Сразу видно, что П высоковат, поскольку он все время потряхивает вот так вот чуть-чуть. Я немножко кручу вниз. И пробуем еще раз. Меньше дребезжит. Попробуем еще убавить. Вот сейчас минимально дребезжит. Еще может чуть-чуть убавить. Поднимем чуть-чуть над землей. Видно, что, в принципе, он неплохо рулится. Вправо, влево, подвигаем немножко вот туда-сюда. Нужно также не пропустить момент, когда коптер перестанет рулиться нормально. Поэтому стараемся сильно не опускать. Теперь двигаем его туда-сюда, смотрим, как он рулится. Можно еще чуть-чуть поднять. В принципе, то, что нужно. Похоже, что мы попали на какое-то довольно подходящее значение, которое позволяет нам достаточно бодро его рулить, но при этом он еще не сильно раскачивается. У меня, кроме того, еще есть вибрация на районе, поэтому вот эти мелкие покачивания и вот этот вот не очень стабильный звук от моторов, это нормально. Потом, не трогая вот эту вот кнопочку, которую мы здесь крутили, кладем ее рядом, открываем Mission Planner. У нас оптимальное значение получилось 0,188. Поэтому мы нажимаем канал 6, не делать ничего и сохраняем значение, нажимаем Right. После этого значение сохраняется как наши обычные значения, то есть после этого эти значения не будут меняться. Теперь нам нужно настроить немножко D, что я вешаем Rate Pitch Roll D и выбираем диапазон от 0,01, да, это получается самый маленький, до 0,0, до 0,10, скажем так. У нас стоит на 0,01, судя по всему, здесь. Когда мы выкрутим на максимум, будет десяточка. Смотри, теперь дергаем вправо. Видно, что у нас из-за того, что не хватает D, он начинает трястись. Поднимаем D-шку. Еще поднимаем. Он стабильнее начинает висеть. Еще поднимаем. Еще стабильнее стал. Еще поднимаем. Вот, уже лучше. Еще поднимаем. Уже неплохо. Еще поднимаем. Вот сейчас мы достигли серединки, то есть это 5 где-то. Поднимаем еще чуть-чуть. Теперь пробуем дергать стик. Как видно, он делает одно движение и не делает никаких дополнительных сейчас. Убавлю вниз D-шку. Попробую подергать, чтобы вы поняли разницу, как бывает, когда D недостаточно. Видите? После каждого движения начинает раскачиваться сильнее. Вот это вот нехватка D, она очевидна. Также, если вы сделаете слишком много, да? Коптер начнет звенеть и будет довольно зажато себя чувствовать, хотя и, в принципе, рулится он, конечно, классно. Хорошо. Значит, ну, я чуть-чуть убавлю от максимального, потому что иначе начнут моторы нагреваться. Я вот сейчас чувствую, что мотор начинает нагреваться. Из-за того, что они все время как бы начинают в противовес работать пэшки, а поскольку у нас регуляторы еще и с торможением, то есть они притормаживают моторы, мотор начинает разгоняться, тормозить, разгоняться, тормозить. Поэтому не повышаем сильно далеко дэшку, чтобы мотор не перегреть. И, во-первых, вы там расходите лишнюю энергию, а, во-вторых, моторы могут сгореть, если вы сильно переборщите. Грузим заново наши параметры. Опять же, отключаем наши с вами рейд ролл D, шестой канал освобождаем и ставим наше значение, которое мы хотим. То есть у нас здесь получается приблизительно восьмерочка. Теперь нам нужно настроить I-компоненту. Попробуем ее настроить точно так же с пульта. Выставляем здесь рейд питч ролл I. от 0,01 до 0,3, скажем. То есть от 10 до 300 выставляем значение. Нажимаем right параметр. Вот здесь можно заметить, как коптер потихонечку выравнивается. То есть я ему дал команду назад, а он, подлетая, потихонечку выравнивается. Вот такие настройки, на самом деле, легче всего настраивать уже в OSD, где вы видите горизонт, и как он потихонечку съезжает вправо, влево и так далее. Но в данный момент я просто знаю, что там не хватает I. Я попытаюсь чуть-чуть добавить на пульте и посмотрим, что это изменит. Сейчас он, в принципе, летит неплохо. Давайте назад. Ну, почти что держит угол, я должен сказать. Ну, чуть-чуть потихонечку выравнивается все равно. То есть я еще добавляю немножко здесь, и попробуем еще раз. Да, в принципе, меня это устраивает. Да, он держит угол. Теперь обратно. Я как бы не трогаю эту штуку, и он полетит потихонечку назад. Все верно, угол он сейчас держит. Все, этого было достаточно. Я, может быть, чуть-чуть еще добавлю, но на всякий случай, потому что высокий I, в принципе, никогда никого не убил. Кроме того, вы заметили наверняка, что его немножко все еще потряхивает. Сейчас мы попытаемся хоть чуть-чуть это замаскировать, потому что пиды сейчас, на самом деле, получились довольно-таки агрессивные. Это было бы хорошо, если бы мы летали на нем много акро и много всяких быстрых разворотов-поворотов. Но поскольку это медленный дальнолет, сейчас немножко будем опускать пиды, чтобы он не настолько жестко реагировал. Канал обратно выставляем на ноль и смотрим, что у нас получилось. У нас получилось здесь 113. Но я поставлю 110, пусть будет 110. Поскольку, мне кажется, все-таки P высоковат, из-за того, что он вот так вот трясется. Опять все ставим rate roll P. Теперь диапазон значения. Выбираем уже, чтобы мы более точно могли настроить. Я поставлю между 0,150 и 0,190. Мне кажется, все-таки нужно идти вниз, поэтому сейчас вот будем в этом значении немножко регулировать вправо-влево. Посмотрим, что это даст. А P у нас 0,150. Ну, кстати, намного чище звучит. Конечно, он еще потрясывает, поскольку были проблемы с вибрацией, и пропеллеры гнуты и перегнуты, но, тем не менее, достаточно неплохо. Давайте я повыше теперь на максимум. Видите, с какими резкими подергиваниями он сталкивается, когда поступает вибрация на гироскоп? Это не очень предпочтительно, поскольку это греет ваши моторы. Поэтому я чуть-чуть опускаю наполовиночку, на три четверти. Но мягче становится его реакция, он становится более мягкий, более плавный. В принципе, то, что надо для гоночного коптера, который еще и дальнолет. Ну, я еще чуть-чуть убавлю, еще чуть-чуть. Не забывайте проверять, как он реагирует. Да, одно дело вибрации, но он реагировать тоже должен достаточно хорошо, чтобы вы после этого смогли его им управлять. Да, вибрирует, но ничего страшного. Сейчас меня, в принципе, значения устраивают. Сейчас были примерно те значения, которые нужны. Он достаточно резко реагировал, но достаточно в то же время мягко. То есть это вот именно та золотая середина, которую мы искали. Обратно отключаем. Значения у нас получили 177, я поставлю 175. Кроме того, давайте настроим ось рудера или яв, потому что это тоже очень важно, поскольку иначе она будет достаточно вяло реагировать. Стандартное значение у нас 200. Я поставлю значение от 0,50 до 500 снова. То есть это достаточно широкий диапазон значений, чтобы мы полностью посмотрели, как он реагирует. Опять же, ставим это на минимум и смотрим, что это даст. Поскольку коптер большой, по яву он все равно быстро крутиться не будет. Но все же мы можем добиться того, что он реагировал более как-то более осознанно, что ли, и более агрессивно. Давайте попробуем. Смотрите, я даю за команду, а он только потом поворачивается. Вот этого быть не должно. Он должен быстрее реагировать. Он должен быстро реагировать, если я хочу куда-то повернуть. Поэтому поднимаем. Ну, прям еще до значительного поднимаю, где-то на треть. Все еще он вяло реагирует. Еще поднимаем ПМ. Вот, вот, вот. Сейчас я вижу, что как только я даю указание стиком, он начинает поворачивать. Можно еще поднять. Поднял уже до половины. Это где-то 250. Еще можно. Ну, в принципе, вот сейчас мне нравится, как он рулится. Да, меня это устраивает. Вот это значение мы чуть больше середины прошли, то есть это где-то в районе 300, 320, я думаю. Вот это значение у нас получились 343. Я поставлю 340, предположим, да? Главное, что он рулится хорошо, а то, что он немножко позвякивает, я это потом поправлю. Теперь нам нужно настроить, как он будет реагировать именно в стабильном режиме, насколько он будет управляться, насколько быстро он будет реагировать, насколько хорошо он будет поворачивать и возвращаться в центр. Для этого нам нужно настроить стабилайз, ролл и пич п. Для этого нужно сделать все то же самое. Выбираем шестой канал и выбираем теперь стаб, ролл, пич п. Как бы сейчас он, у него значение стандарта 4,50 или 4, короче, мы ставим значение от 2 до 6 и посмотрим, что это будет менять. Сохраняем. Кроме того, нам необходимо перейти в режиме Flight Mode и поменять с режима Acro на стабилизацию, чтобы мы теперь могли стартовать стабилизацию и смотреть, что там, как работает. Самое нижнее положение сейчас стоит на двоечке. Как вы понимаете, сейчас в центр возвращается он сам. И, в принципе, даже на самом деле я бы сказал, что возвращается неплохо, только куда-то немножко ведет после этого. Ну, ладно. Да, хорошо. Но выглядит неплохо, на самом деле. Давайте попробуем чуть-чуть добавить. То есть я поднимаю вот до сюда приблизительно, до трети. О, сейчас вот хорошо регулируется. Вот я прям, ну, это просто по ощущениям, знаете, я просто даю ему угол какой-то, вот даюсь, и он сразу становится в этот угол. Скорее всего, надо дополнительно откалибровать еще раз акселерометр с гироскопом, потому что он немножко ведет куда-то в сторону. Хотя, возможно, это от вибрации. Но как он сейчас регулирует свой угол, мне очень нравится. Я отпускаю, он сразу возвращается в точку. Это то, что нужно. Ну, в принципе, я могу попробовать добавить побольше. Прямо до максимума. Давайте выкрутим. Как видно, он еще быстрее начинает реагировать. В принципе, это даже и неплохо. Но я, наверное, так оставлять не буду. Мне нравится, когда он чуть-чуть мягче реагирует. Я оставлю где-то на серединке. Конечные значения, кстати, получились в принципе такие, как они изначально были, то есть 4.35. Кроме того, для тех, кто хочет очень тщательно настройки проверять по пунктам, в конце вот этого списка есть возможность настроить pitch P, pitch I, pitch T, так же, как и roll I, roll D, roll P, то есть все значения отдельно. На каждую ось можете настроить. Ну и, соответственно, я там тоже наверху был, поэтому вы можете каждую ось поднастроить так, как вам нужно. Так, кроме того, здесь в одном из окошек есть так называемая шкала roll pitch sensitivity, которая от 0.08 до 0.3. Давайте посмотрим, что она делает. Сейчас я поставил 0.08, то есть 0.08, самый минимум. Коптер должен при этом слушаться достаточно медленно. Ну да, в принципе, здесь вы показываете, какие рейты вас интересуют, насколько плавно коптер должен реагировать, насколько медленно должен летать. Теперь поставил эту ерунду на троечку, то есть 0.3, это максимум. Давайте посмотрим, коптер должен теперь реагировать достаточно бодро и жестко. Ну, видно, насколько он бодрее и быстрее реагирует на все эти значения. То есть я хоп, даю, и он сразу, сразу улетает. Это что-то аналогичное рейтам, но поскольку у вас угол фиксирован, на котором вы опускать сам можете, это просто дает вам возможность быстрее или медленнее разворачивать коптер. То есть если вы хотите, например, более плавные пролеты делать, заниматься, например, съемками, то, скорее всего, вам нужно более низкие значения этого параметра. Я поставлю как было, там, по-моему, 0.75 стояло, то есть это примерно посерединке. Снова прямое включение с полей. Уже вот на этой раме я настраивал, настраивал, настраивал уже. Второй день прихожу с лаптопом, по аккумулятору по 2 настраиваю и сейчас покажу, что получилось. Получилось неплохо, пришлось в D сильно опустить. Проблема от докоптера в том, что он, наверное, не рассчитан на регуляторе с торможением, потому что там уже не хватает точности, потому что после запятой идет только три числа, только три цифры. И между 0.04 и 0.05 разница существенная. Я бы хотел где-то между попытаться настроить, но я, насколько понимаю, здесь это не реализовано пока. Поэтому я поставил сейчас D-шку на 0.04, а потом чуть-чуть P-шку подровнял, чтобы он просто мягче рулился, поскольку это все-таки не гоночный аппарат, а больше такой съемочной платформы. Довольно мягко летает. Позвлечу в Acro, посмотрим, что он в Acro себя ведет, потом попробуем в GPS Hold. Ну, как видно, звук все еще недостаточно чист, но я не смог избавиться от этого. Но висит он очень даже себе стабильно. Прилично, прилично. Теперь чуть-чуть сейчас вперед дадим. Ну, мне нравится, как он реагирует. Он достаточно жесткий, четкий, но не дергает никуда от себя, поэтому, ну, в принципе, хорошо висит. Теперь переключаем в удержание высоты. Ну, и вот стабилизацию можно посмотреть в этом режиме. Стабилизация хорошо отрабатывает, он четко возвращается в центр, без дополнительных покачиваний. Ну, правда, улетает. Давайте поставим удержание высоты, точки и позиции. Ну, и вот он, как видно, завис в одном месте. Завис, кстати, очень четко. Ну, плюс-минус там 20-30 сантиметров. Давайте порулим так оттуда-сюда немножко вот в удержании позиции. Регуль какой-то барахлит, поэтому он слегка покачивается в прямолинейном полете. Но свои там 35-40-50 км в час он дает нормально. Не знаю. Продолжение следует... Ну, мне нравится, как он летает. Он летает стабильно, четко, и я вот сейчас могу рулить, 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 отпуская стики, и он... Да, наверное, можно чуть пиды подключить на зависание, поскольку он достаточно долго требует времени для того, чтобы зависнуть, но потом он висит абсолютно четко в точке. Возможно, здесь пиды можно подкорректировать, чтобы он резче тормозил и зависал в точке. Я, кстати, чуть выше стик поднял, он поднимается вверх. В своих потоках он, конечно же, немножко имеет проб-вош, на больших рамах от проб-воша избавиться практически невозможно. У-у-у... Ха-ха-ха-ха... Ну ладно, вы поняли, короче, в чем суть? С пол-пинка она не полетела, надо было поднастроить, но это тоже, на самом деле, несложный процесс. Все достаточно понятно, то есть, если вы видите, что у вас одни признаки, то значит, это одно. Если вы видите, что у вас по-другому летает, то это другое. и на самом деле это даже, ну я, конечно, показал примерно основы, но как только вы выйдете в поле и сами начнете крутить туда-сюда, вы поймете, о чем речь. Вот такая вот была небольшая настройка, на самом деле прям суперсложно, здесь ничего нет. Все достаточно просто, если вы просто по пунктам, подряд, потихонечку подходите к этому процессу, ну и тут, конечно, уже нужен опыт, 2-3 раза поднастроить, да вы потом будете это уже закрытыми глазами делать. Кроме того, хотелось бы выразить огромную благодарность, друзья, тем, кто занимался этим, и тем, кто это все развивает. Например, Андрею Чеканову огромное спасибо, потому что именно он задвинул эту всю телегу, именно он организовал людей, чтобы они все скинулись, чтобы купили полетный контроллер, отправили Night Ghost, в Night Ghost определенное, конечно же, спасибо, потому что без него, без такого крутого программера ничего бы не было. Это именно он портировал все эти полетники, Amnibus, Motec, CL-ы, которые F4, именно он портирует с оригинальных репозиториев Ордукоптера прошивку на эти полетные контроллеры, именно вот этим ребятам, конечно, огромное спасибо. Чуть позже я постараюсь показать, как настраивается ОСД, к сожалению, ОСД пока не готова, там флешка то работает, то не работает, у меня она заработала один раз, но потом в другой прошивке она опять не работает, потом опять работает, не работает, в общем, чуть-чуть придется подождать именно с ОСД. Я на данный момент летал сначала с ОСД, потом перепрошился, и летал просто с ОСД с микрокамеры, просто чтобы видеть напряжение. Больше там, в принципе, особо смотреть нечего, для тестов пока пойдет. Если понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, смотрите другие видео, загляните в описание. Если вы знаете какие-то полезные видосы, кидайте в комментариях, может быть, какую-то дополнительную настройку, какие-то статьи, все закрепим, чтобы народ потом смог это все найти. На этом все, пока.